Дорогие друзья, настало время еще владеть два основных навыка, зачем вообще люди приходят в программирование, это писать программы. Программы, сайты, мобильные приложения. Но я здесь, как видите, добавил и тестировать. Мы разберем, зачем тестировать, потому что я приведу всего лишь один довод для вас. Но если вы заметили в описании видео вот эти ссылки, то есть для самопроверки, это для участников школы, есть ли пройдены знания. Моя система немножко отличается от той, которую дают в основном. При этом, первые, наверное, лет 8 я давал по классической системе программирования. Программирование, она неэффективная, так как все дают, как я говорил, да, начиная там с типов данных, и человек никак не может научиться программировать. Здесь, что мы делаем? Давайте пошли... Если вы заметите, в школе есть путеводитель. С одного раздела можем переходить к другой, но смысл один. Давайте подводить итог. Итак, первое. Точка входа функции. Точка входа функции. Потому что, когда мы работали с нуля, то мы начали с функций. Зачем мы начали с функций, я уже говорил, но повторю еще раз. С функций мы начинаем, потому что все программы на языке программирования Python, Kotlin, JavaScript пишутся на функциях, либо на методах. Метод – это функция в классе. В уроках, когда мы уже чуть позже проходили урок итога, они есть на YouTube. Что такое итога? BV-проект Russell Kate Amagi По сути дела, вы пишете одно мобильное приложение, то есть одно дископное приложение, а потом переводите его в мобильное, веб-приложение и на любых системах. Android, Windows, Mac, Mac и так далее. Это серьезная вещь. И что мы заметили? Я уверен, что вы заметили, что там мы оперировали параметрами. Почему мы начинаем с функций? Потому что для того, чтобы изучить, понять, как работает функция, не надо быть программистом. Функции не относятся никакому языку, относятся в принципе к программированию в целом. И только реализована по-разному в разных языках. Но при этом структура функции для всех языков, она одна и та же. Что должно было произойти на этом этапе? На этом этапе мы, когда работали с функциями Python, Kotlin, JavaScript, вы должны были заметить и отметить про себя, что, по сути дела, вы понимаете, как писать функции на любом языке. Зачем мы делали еще на разных языках? Для того, чтобы у вас начали в голове откладываться те вещи, которые относятся к программированию, которые относятся к конкретному языку. Ну, например, там, функции высшего порядка, да? Они есть во многих языках. JavaScript вообще на этом все устроено. Но Python это тоже полностью поддерживает. И когда мы начинаем понимать вот эти вот вещи, эту терминологию, я расскажу личный пример. Вы знаете, первые три года, когда я в 2009 году начал заниматься программированием вообще, я тогда считал, начал, пытался войти по HP, но меня тогда что-то не впечатлило. Потом сдуру выучил C, так не воспользовался этим языком за все 11 лет. Ну, просто нет необходимости. Но, тем не менее, C мне дал какие-то вот азы, да? А потом уже я занялся Python. И мне казалось, что вот функция в Python и все остальное вот именно так в этом мире. А потом в проекте Django мне понадобился JavaScript. Поэтому, говорю, не отбрасывайте JavaScript. Он нужен в абсолютно любом языке для каких-то мелочей, фишек. И вы даже, вы точно, он вам понадобится. И он понадобится в тот момент, когда вы не ожидаете. Поэтому я говорю, в школе мы учим JavaScript. Он, язык несложный, но там есть своя специфика. Специфика заключается в следующем. Вот тут мы с нодой работаем. И начинаем JavaScript концепции. По сути дела, изучение концепции – это и есть изучение языка. Именно так надо размышлять в JavaScript. По-другому не получится. В отличие от Python или Python, как кому удобнее, Python любой неверный шаг, он предупредит исключением. Поэтому там запутаться сложно. А JavaScript на ура будет выдавать всегда результаты. Потому что он работает и в браузерах, и никому не нужно, чтобы браузер ложился. Поэтому, если даже функция работает неправильно, или вообще мы ничего туда не вбили, JavaScript все равно отработает. Только выдаст, либо ничего не выдаст, либо выдаст какие-то другие неожидаемые результаты. Это результат того, что просто мы не знаем концепции. Эти концепции есть и в Python, и в Kotlin часть из них есть. Например, там, замыкание. Но вот, допустим, концепция разделения четкого области видимости и контекста привязки. Я сейчас не буду объяснять, что это такое. Она есть, в принципе, только в JavaScript. На ней это одна из основных концепций. И со временем вы это обязательно поймете. Потому что, когда я первый раз столкнулся, наверное, в 2012 или 2013 году с JavaScript, это был очень слабый язык, очень слабый тогда. И я пытался на нем писать, как на Python, да, но у меня ничего не получалось. Потом уже, еще прошло, наверное, пару лет, и я случайно совершенно набрел на слово контекст, JavaScript, извините, отвлекаюсь. Я тогда уже знал, что такое контекст в Django. Мне резануло ухо то, что я понимал по контекстам Django, совершенно отличалось от того, что было понимание под контекстом JavaScript. Поэтому я обратил внимание. И когда я начал тогда читать, и вдруг до меня дошло. Вот он, ключ. В JavaScript надо понимать концепцию. И тогда на языке пишется. Вообще, самое простое, если вы, допустим, знаете хотя бы один язык, начинать лучше однозначно с Python, почему? Потому что Python придерживается классической системы, которая, в принципе, задана в C. C это родоначальник, да? Больше сейчас поэтому написано на C, там, ну, есть на C++, на многом чего, да? Но все равно какие-то концепции идут от C именно. Это классика. И у вас в голове, во-первых, будет классическая картина. Это первое. Она вам поможет. Потому что в JavaScript нет каких-то ограничивающих параметров. Например, по функциям, да? Там просто формальные параметры называются. И делать можно все, что угодно. И вот с этого все, что угодно, начинается билиберда, да? Каша и чуль в голове. Не хотите, чтобы было так, у вас должна быть хотя бы одна классическая система в голове. Относительно ее вы будете рассуждать. Я не говорю сейчас равнять два языка. Я говорю о принципах, да, которые должны быть заложены. Лучше брать Python. Второй момент. Ну, пойдемте дальше. Итак, функции, да? Пожалуйста, скрипт, схватит, пока по ходу разберетесь в школе кто. Я добиваюсь от участников в школе всего лишь три вещи. Начальное изучение функций. Я не зря вам показываю, сейчас поймете, почему это все-таки спираль, да? Хотя мы должны находиться вот здесь на уровне. Пару слов потом скажу. Я добиваюсь участников в школе, чтобы у них было три вещи на автомате. Первое. Ну, давайте напишем функцию. Мы работаем в JupyterLab. Вот у нас есть функция, да? При этом я говорил участникам в школе, что вы заметили, просто в других языках ключевое слово другое. В JC будет Function, в Kotlin будет Fun, здесь Def, да? Но, тем не менее, ключевое слово, название, скобки для параметров. Все это одинаковые тело функции. У нас есть три параметра, допустим. Так. У нас есть три параметра, допустим. Отдых. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добивайся до одного. По взгляду должно быть считывание. Это то, чем мы будем думать. Я показывал вам, что когда мы делали этот проект, BV, создавали приложение, то мы там размышляли. На самом деле все намного глубже. Я привожу сюда пример Тога, вот исходный код. Это так я учу учиться. Код надо учиться писать, именно стилистику кода у профессионалов. Один из них Рассел Кейт Маги. Вот у него и учитесь. Не надо ничего придумывать. Откроем винтов. Где бы мы не видели методы, мы везде видим параметры. Посмотрел на файл, мы должны по взгляду уже это считать. И четко понимать, что здесь написано. Что я здесь увидел? Я увидел, что здесь нет ни одного обязательного параметра. Кроме этого, я четко прочитал, что у меня есть ID, заголовок, позиции. Это окно. Окно программы. Ну, как обычная программа, которая открывается. И так далее, и так далее. Если взять, например, сейчас виджеты. Я по-русски называю. И взять лейбл, например, надпись. Мы глянули и четко видим. Один обязательный параметр, да, текст. Нам надо внести, иначе вызовет ошибка. Остальные уже там надо, не надо. Иными словами, если мы внимательно посмотрим, то мы видим, что параметры, как правило, как-то называются. Текст, ID, стиль, фактори. То есть, осмысленные. Именно им мы и оперируем. Посему, я многое об этом говорю вообще в школе, мы должны учиться считывать. То есть, взглянули, у нас не должно быть догадок, у нас не должно быть то, что мы вроде понимаем. У нас должно быть так, четко. Два обязательных позиционных параметра. Один по умолчанию. Можно указывать, можно нет. Значит, считываем параметры. Второй момент, что вначале надо обязательно овладеть в функциях, это вызов функции. Вот тут надо наосьменить, так будет правильнее. Поэтому второе мы должны четко по взгляду понимать, как ее вызвать. Иными словами, если показать просто, то сразу перехожу еще к третьему пункту. Мы должны знать, что если мы не передадим обязательные параметры, обязательные аргументы, то есть параметры функции, передаются аргументы. Легко запомнить. Легко запомнить. То получится исключение. Давайте попробуем. Мы получаем тип эра. И пока отсутствует два обязательных позиционных аргумента. То есть мы их не передали. Парам один, парам два. Когда дело плохо. Хочется повторения. Смотрите, сколько исключений. Куча, да? Такие ошибки нельзя искать. Это не то, что должен искать программист. Это просто незнание основ языка. Тогда вопрос, а чем размышлять будем? Да ничем мы не будем размышлять. Почему? Мы должны четко понимать, что мы должны передать два параметра. И каким образом мы это все изучали, передадим так. И получим некий результат, да? Самое главное здесь запомнить, что какие бы ни изучали дальше библиотеки, не работали бы с какими языками, параметры это то, чем размышляют. То есть наше дело познакомиться с правилами. Для этого не надо быть программистом. Для этого не надо знать язык. Как я сказал, функции устроены определенным образом. То есть неправильно сказал. Не надо знать язык для освоения функции. А дальше уже по языку. В Python будут позиционные именованные. В Kotlin также все взято с Python. А в JavaScript будут формальные, да? Но если мы откроем то, что мы открыли ранее, то на самом деле, если мы откроем вот код Rassel Keita Magi, то изучив хорошим образом функции, да, мы понимаем работу с параметрами. Как себя проверить? Я учу ребят так, зайдите на проект и прочитайте. Может читать или нет. На самом деле в классах, допустим, методы, это те же функции. И параметры их поведения абсолютно идентичны при изучении функций. И работа классов, и исключение классов при работе с параметрами, оно тоже будет. Иными словами, изучив функции, мы ложим ключи для размышления кодом уже в карман. То есть понимание у нас первое есть. Достигается работа с функциями с кодом много-много-много кодирования. Я говорил так, 400 строк кода по каждой теме. Тогда будет нормально. Следующий момент. Начали нарабатывать свою работу по системе работы с кодом. В разработке по путеводителю вы должны были дальше попасть сюда. Здесь мы не только отработали систему, то есть по сути дела все идет к тому, чтобы работать со справкой. Но кроме этого, вошли в классы. Систему работы с кодом мы изучали на примере сельф. Потому что у меня получилось целых 8 часов. Потому что зачастую, что такое сельф? Напишут одну строчку. А мы рассмотрели таким образом, как оно вообще работает в классах. Вот это называется «поняли». Раз и навсегда. Потому что это основной элемент. Я всегда говорю, начинайте с сельф. Второе должно быть изучено, это суперметр. Дорисуем. Сейчас все поймете. Дальше мы изучаем сельф. Вход в классы. Возьмем, напишем, олп. Если вы заметили, мы и тут определенным образом изучали. Каким? Во-первых, мы работали с сельф. Опять же говорю, кто смотрел все уроки подряд, и, допустим, когда мы работали с той же биве, когда я говорил, вот тут мы работаем, добавляем сельф и работаем сразу как с экземпляром класса в этих уроках. Да, это мне очень нравится. На этом, кстати, юнтез построена в библиотеке. Эти люди меня понимали. И основу ООП я учу рассматривать метод. Мы с вами познакомились с init, то есть начали работать с методами. Здесь очень большой подвох. Большинство учебников начинают изучение объектно-ориентированного программирования, с чего там, наследования. Я его вообще не объясняю. Ну вот я давал домашнее задание ребятам, мы там посмотрим. Ну что там, прочитал, как наследуется. Написал там класс, и его вбил в другой класс, в скобки. Вот тебе и все наследование. Тут-то ума много не надо. Просто не на тех понятиях люди начинают заострять внимание. А потом получается, что вдруг в классах у них появляются, как я говорю, некие иниты, начинают пустаться под ногами, а они, большинство людей, воспринимают, что это как бы приложение какое-то. Я же изучаю там наследование. А тут какие-то методы. Что они тут вообще делают? Иными словами, человек не туда обратил свое внимание. Поэтому здесь архиважно на то, как работает сам метод. Именно дальше мы в методе будем выражать логику, что-то передавать и так далее, и так далее. Поэтому все эти наследования, все хрень. Это раз прочитал и запомнил. Там разбираться, то не в чем. Смотрим дальше. Это то, что вы должны были пройти. И я говорю, что проверьте себя. Здесь у нас идет также. Следующим этапом здесь, да, мы пишем оно как бы совместно. Это система работы с кодом. Пока мы рассматривали эти вещи, как раз я на практике продемонстрировал систему работы с кодом. Понимаете, многие ребята программируют каким образом? Они просто все время задают вопросы. Это не программирование. Другие программируют таким образом, что, ай, ну, это вроде понимаю, это потом, ну, работает и ладно. Вот это и есть ваша система. Подождите, задаем себе вопрос. Если мы постоянно работаем в таком режиме, что мы недопонимаем код, ответьте себе честно, будете писать? Код понимать чуть-чуть будете, но писать не будете точно. Почему? Потому что у вас нет системы работы с кодом. Ее надо выработать. Ее нельзя взять и там она сама появится. Не появится. А там начинаются проблемы. Какие проблемы? Я всегда говорю очень простые вещи, когда учился у меня работа с кодом. И когда с BV мы работали, я же показывал, что я постоянно работал со справкой. То есть работать со справкой. Все, что есть в коде, найди в справке. В то время как делает большинство, что-то непонятно, лезут в поиск и ищут. Что сказал Вася о функциях, но я утрирован. Ну, типа такого. И начинают смотреть уроки. На самом деле, когда смотришь уроки, то видишь, что очень много недочетов. Чтобы их не было, что надо делать? Работа с документацией. Это единственное правильное решение. Хорошо. Мы говорим, Волшиновский, да пошел ты нахрен. Не надо нам твоя система или вообще. Она, во-первых, не моя, она ваша. У меня моя есть. Поэтому я и понимаю код. Кстати, расскажу здесь тоже один маленький момент. Ведь система работы с кодом, я над ней начал серьезно работать спустя, знаете, сколько лет? О, бляха. С 2009 начал до 2016. Сколько лет? Семь. Без системы. И никак не мог понять, почему я понимаю код, а вот так вот объяснить как-то не могу, хотя люди и писали. А вот когда... И не могу как-то проанализировать. На самом деле у меня она была. Только я это не осознавал. Я действительно все время работал со справкой. Первые... Первые полгода вам не будет понятно. Это 100%. Но потом вы будете читать справку. Хорошо. Мы выбрасываем систему работы с кодом по крайней мере несколько пунктов. Во-первых, делаем то, что делают обычные новички. Изучая Жанго, взяли пример и пишем по примеру. Особо не разбираясь. В документацию не лезем, в командной строке не проверяем. что начинает происходить. Ну, например. Возьмем на этой простой функции. Мы решили, что Юпитер, дано его нафиг, это для ботанов. А мы ж программисты. Мы ж программируем. С нас пять потов сошло. Мы уже всех родственников обругали, что у нас ни хрена не получается. Да еще мы не знаем, куда залезть, зачем залезть и что делать. О-о-о. Ну, мы программируем. Выбрасываем все. Грубо говоря, делаем так. По принципу, что сказал Вася, ищем, а документация, она скучная. И читаем минусы. Первое, с чем мы сталкиваемся. Командная строка. Минус у нас. Дальше. Поехали. Функции документация. Нам два минуса, нам не нужно. И что же получается? Получается следующее. В командной строке мы не работаем, и у нас полностью отсутствует навык мышления. Какого? Вот есть библиотека. Пусть это будет панда, спут, жанга. и у нас есть база, есть наше приложение, над которым мы работаем. И по сути дела, для человека, который умеет работать с командной строкой, что он делает? Возьмем джангу, откроем, тут очень наглядно видно. выборка полей. Он в командной строке проверяет одну строчку. В данном случае этот метод извлекает все объекты с базы данных. и дальше остальное все, как он выведет шаблон, куда он выведет, это достраивается автоматически. Ему надо, кто работает, допустим, джанга, всего понимать одну вещь. Это у джанга-разработчика есть две основные задачи. Первая задача засунуть информацию в базу данных, вторая извлечь нужным ему образом. Все. Все остальное мелочи. Если это понятие научиться, все остальное становится на места. Но так как мы документацию нафиг, мы остальных методов не знаем. Второе, с которыми мы работаем, есть один секрет. Секрет заключается в том, что нам надо всегда идти для начала от своего кода. Свой код худо-бедно мы понимаем. И когда, пусть это код будет джанга, неважно какой, но мы сейчас как джанга-пример берем, когда мы идем из своего кода и смотрим документацию, нам становится, находим этот метод, который мы применяли, читаем, нам становится понятно, как он описан. Если так делать постоянно, то потом нам становится понятно все методы. И начинает работать обратное правило. Посмотрел документацию, понимаешь. вся документация во всех языках написана с командной строки. Не работаем с командной строкой, ничего не получается. Почему? Потому что нам надо научиться выделять какую-то основную операцию. вот здесь выделена операция, вот я брал тесты, допустим, соединение двух списков. Здесь параметры, да, да, это не относится сейчас к джангу, я просто говорю, но тем не менее я уроки давал именно по функциям. именно по скучному туториалу, да. но оказалось, когда мы начали с этим работать, оказалось, что здесь очень много интересного написано, только это не видно с первого взгляда. Иными словами, там много пунктов, целых 30 уроков, но если мы не будем работать с системой работы над кодом, мы минем документацию, и у нас заменится что, что мы будем искать, что сказал Вася, который сам ни хрена не знает, а только догадывается. У вас должен быть первоисточник, поэтому, когда вы делаете следующим образом, какой бы код вы не писали, то, что вам не совсем понятно, то, что понятно, вы должны что сделать? Знать, где это найти. По первому требованию документации. Второе, то, что не совсем понятно, вы разбираете сразу и находите документации. Ключевых вещей не так много, их будет становиться все меньше, 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 и на самом деле, потом вы будете глядеть на код, либо вы будете четко понимать, где это подсмотреть, либо уже ничего не надо будет делать, либо вы будете понимать уже, ага, какие операции вы бы хотели сделать с этим кодом, значит, будете искать совершенно другие вещи на основе этих знаний, которые есть. посмотреть уроки, потому что трудно объяснить доступнее, сейчас просто не о том тема, без системы работы с кодом, которая основана на работе с документацией, нечего делать в программировании, просто не будете программировать, потому что не будете ни считывать, ни описывать, ни думать правильно. Следующий момент, который я рекомендовал в школе, это абстракция. Абстракция. Для того, чтобы разобраться с абстракцией, абсолютно не надо знать язык программирования. По сути дела, надо просто понимать логику. Здесь есть три вещи, с которых надо начинать. Абстрактный класс. Абстракция, да? Абстрактный класс, интерфейс, конкретный класс. В чем здесь секрет? Там есть в Юпитере, но я просто покажу на полную. Сначала я добивался от ребят школы, чтобы они начали различать интерфейсы и абстрактный класс. В чем здесь загвоздка? Это нельзя объяснить, с этим надо покопаться. Вернее, я объяснял и ранее, да, но при этом как бы вы не объясняли различия между интерфейсом и абстрактным классом. Человек до этого должен допереть, потому что когда просто объясняешь, это для человека звучит как слова, твои слова, но не его. Это не его состояние. Как это проверить? Если вы выходите на обычную улицу, смотрите на здание и уже прикидываете, что как бы вы организовали код, что бы сделали интерфейсом, что абстрактным классом, что конкретными классами. Если этого не происходит, значит вы не понимаете, потому что человек, который понимает четкую разницу, да, это легко проверить. Если вы читаете книгу программистов, да, там какие-то, смотрите код, как правило, новички вообще избегают абстрактных классов. И вот там человек делает учебное пособие, и у него везде конкретные классы. А ими описать ничего нельзя. Почему? Потому что описать там, допустим, город, можно там двумя классами, да, с несколькими подклассами, а можно написать там 50 классов. Поэтому просто изучение ООП конкретного класса это бессмысленная вещь. Ребят, но с другой стороны, с другой стороны абстракцию как объяснить? А только есть один способ. Вот так в группе, под контролем преподавателя, преподаватель задает вопросы направляющие, а ученик разбирается, как вот я делаю в школе. И вы знаете, довольно много времени, но разобрались. Сначала путали, сначала писали чушь, но потом родился кот. Почему? Потому что в школе там оно и есть. Вообще-то ссылка есть. Я задавал домашнее задание описать улицу Витязка. При этом написать три объекта, магазин, в который доставляется груз морским путем, автомобильным, железнодорожным. Описать там здание, да. Ну, в общем, справились. Ребята описали. Это приятно уже смотреть. Я не поленюсь, открою. Была задача, все эти задачи выполнены. То есть, как шел процесс? Сначала ребята путались и вообще где применяется интерфейс, по крайней мере, чтобы понять, как различить интерфейс и абстрактный класс, надо знать, что такое интерфейс, что такое абстрактный класс, что они делают. В коде я увидел. То есть, сначала они в группе пытались понять, что это такое Артем и Андрей. Потом, вижу, поняли. Потом уже, вижу, Артем прислал код. Я сказал, пока на уровне принта. Но при этом вот на этом этапе здесь мы начали уже работать с методами, с магическими методами. Потому что я сказал, что потом они не работают. Как правило, человек изучает год программирования, два, три, потом говорит, ой, есть же магические методы с двумя нижними подчерками, иными словами, перезагрузка оператора, иными словами, которые работают сами в коде. И начинают думать, куда это вторгнуть. Вот. Я изыдал сразу это задание на примере. Я сначала написал видео, дал им видео, где как работает тот же метод, допустим, getItem, да. Это полезная вещь. По сути дела, у нас есть любой объект, пусть это будет здание, пусть это будет, в общем, все, где есть много чего. И потом нам надо получить доступ к каждому, допустим, каждой квартире, чтобы занести туда холодильник, программно только, да. Или есть у нас ячейки для автомобилей, то есть разметка для автомобилей, нам надо место там 30-е выделить и заменить одну машину на вторую, которая там стояла. Я говорю, есть метод getItem, но ведь если вы заметите, я не зря на нем обратил внимание, потому что вы поймете, что мы с ним познакомились немножко дальше. Ну, в общем, сделали код, да. В чем здесь загвоздка? Загвоздка в том, что, по сути дела, у нас есть функции, да, это то, основные строительные блоки. Мы вроде вошли в ОООП и на методе. Дальше надо разобраться в чем. Абсолютно верно. Нам надо очертить пространство, в котором мы будем потом делать какие-то конкретные действия, то есть абстракция. Как правило, весь интернет пестрит. Вот вам класс, вот так наследуется. Зачем эта информация? Это пустая трата времени. Первое, что надо сделать, ребята, это разобраться с абстракцией. Есть три вещи, на которые надо определить внимание первое время. Абстрактный класс, интерфейс, конкретный класс. При этом в Python, как правило, интерфейсов не как правило, ключевого слова такого нет. Но есть поведение интерфейса. Когда начинаешь считать, почему нет интерфейсов в Python, ключевого слова, по принципу, как я говорил, Вася сказал, то начинаешь считать такую чушь. Например, кто-то написал один, потом ребята начинают переписывать. Так как в Python есть множественное наследование, то ключевое слово интерфейс оно не нужно. И вы знаете, ведь многие ребята это на полном серьезе пишут, только зачем пишут? А причина-то совсем другая. И человек начинает разбираться, то в Python есть две вещи. АБС, абстрактный базовый класс и абстрактный метод. А дальше идет только применение. Так как язык программирования имеет утиную типизацию, иными словами, если это крякает как утка, летает как утка, плавает как утка, выглядит как утка, значит это утка. Поэтому если есть абстрактный базовый класс, то есть просто два поведения. Абстрактное поведение и поведение интерфейса, у которых разные задачи. И по сути дела здесь при помощи всего лишь метода мы при помощи утиной типизации берем это и пишем. И если это выглядит как интерфейс, оно делает то, что должен делать интерфейс, оно написано как интерфейс, значит это интерфейс. Все просто. Если это написано как абстрактный класс, оно делает то, что должен делать абстрактный класс, выглядит как абстрактный класс, значит это абстрактный класс. При этом разные задачи. Если вы пойдете другим путем, будете как рекомендует Вася или Петя, это можно доказать. Берем, открываем и 100% будет все одно и то же. Класс объект, класс родителей причитают через запятую, реализация наследования разберемся позже, класс так, то, что я и сказал, а кому это, что это дает программист? начинающим? Да ни хрена не дает. С этим вообще не надо разбираться. Это потом, когда человек что на... Вот смотрите, вы дачник. Я вам сейчас буду рассказывать, как вообще с дачей работать, да? Ну, во-первых, надо поменять свечи, бы набраться не на чем. Ну, вот читайте, добраться не на чем. Скажете, свечи, ну, примерно то же самое, что учат, да? Второе. Земля бывает рыхлая, желтая, зеленая, бывает с навозом, бывает с торфом. Ну, датчик, дачник, у него еще нет ни участка, у него не знает что, вы его учите какая бывает земля, что на свечи поменять, совсем не то. Да научите вы его просто-напросто, что вот у тебя участок, ты возьми на этом участке и нарисуй грядки и разбей, как что посадить. Здесь ты посадишь клубнику, здесь ты посадишь картошку, здесь ты посадишь укроп, у меня мечта, когда-то что было своей грядкой, был укроп с луком. Понимаете о чем я говорю? Научите сначала человека делать каркас, вот это ему надо, а уже на следование вторую, третью, четвертую грядку он и без вас сделает, это надо раз прочитать, и это вообще человек додумается, да? Вот что надо научить человек каркас делать, ведь подумайте, все банально просто, просто настолько рассказывают о программировании, что человек говорит, мне что математику надо знать, не, это не для меня, при этом в школе такие были моменты, вот есть парень Эдуард Исанович, пошел там на курс JavaScript, а сегодня такая фишка, что пишут? у нас преподают действующие программисты, четыре года, пху ты, ёб твою мать, дух, программирование четыре года, это дух, ну как сказать по-другому, это нет опыта, если вы возьмете, это человек, который умеет написать какое-то приложение, всё, какой опыт в четыре года, я вспоминаю себя, да вроде знаю, куча каши в голове, да умею работать с Жангой, всё, и что получается? Как правило, такие люди вообще ничего не могут объяснить, то есть они рассказывают, да, вот это в коде, вот как, как вот написано в книге, вот код, он делает то-то, 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 но ведь новичка интересует другой вопрос, а почему он делает то-то, 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 а это уже загадка, поэтому, так вот, пошёл на курсы, там, сейчас тоже фишка такая, устройство на работу, вот интересно, где в учебные заведения не принимают, не пишут, что прямо директором тебя возьмут, а вот на курсы, к программированию можно, потому что такая завуалированная тема, да, курсы программирования три месяца стабильное устройство на работу, ну, давайте сроки нормальные поставим, по крайней мере, года три, чтобы что-то понимать, при этом соблюдая определенную систему, да, то есть функции, чтобы снились, всё, да, когда мы человека учим, теперь смотрим, вот это у нас интерфейс, я вам не буду, это участники школы, пусть сами дальше разгадывают, я сейчас не буду рассказывать, это ставлю, дальше у нас идёт класс, грядка, пусть он у нас в голове, класс, грядка, да, дальше от него идут классы, да, другие, дальше, сама клубника, это уже функция, теперь, посадить клубнику, поливать, как, это уже типы данных, да, то есть всё просто, если у человека нет общего плана, то есть нет общего понимания, то дальше у него всё обрублено, он может изучить, что такое наследование, он может изучить, а больше он ничего и не изучит, если он будет изучать просто такое наследование и так, он поймёт классы и будет пытаться писать как, каждый раз новый класс, вместо того, чтобы одного написать и потом всё расширить, да, и сделать огород одним классом или одним интерфейсом, он будет писать всё по-разному, при этом будет куча кода, при любых правках надо будет править везде, в общем, грубо говоря, это не программирование, а одна умора. Кроме этого, если он не изучит вот эти вещи начальни, да, если он изучит, то на выходе что мы получаем? А то, что мы получили, вот допустим, у Артёма, да, уже человек описал улицу, и я по коду вижу, что можно описать любую улицу, при этом можно описать магазин, школу, всё одним кодом, вот этот человек, я вижу, разобрался в абстракции, у него есть, следим за мыслью, у него есть шаблон в голове, как выстраивать, значит, у него есть будущее, потом, я уверен, он заинтересуется паттернами, то есть, это организация кода, и будет двигаться, то есть, по спирали, если же, когда есть план, то функции он изучил, иными словами, в том же классе это методы, его уже будут знакомы, ему останется только запомнить это всё этим типометаном, то есть, реализовать, программирование сладится, 100%, если же он этот момент упустит, то будет долго ковыряться, классы ему будут неинтересны, он попытается одно, второе, третье написать, потом пойдут проблемы в библиотеках, берём Django, берём там Pandas, берём там любую библиотеку, всё написано на классах, а везде там в большинстве применяется абстракция, код не считываем, если функции ещё не не считываем, то там опять проблема, и что остаётся, писать по шаблону, и задавать себе вопрос, почему у меня не получается программировать, потому что работаешь по своей системе от Васи, в общем, поняли, что это надо изучить, и, как я сказал, здесь кроется очень нюанс, это можно изучить только, вот я, по крайней мере, считаю, методом с преподавателем, вот так, в группе, разобрать, пока человек не напишет правильную вариант, потом, конечно, поймёт, что он написал правильно, и по коду видно, что человек разобрался, всё, всё заработало, у него есть классы, у него есть методы, уверенно, где он всё описывает, ему осталось всё это просто реализовать, как типы данных, иными словами, реализовать, какие-то действия, всё, вот человек программист, этот момент, тоже, да, учли, дальше читаем, что у нас там, я ещё написал, и дальше я пишу, да, как вы видите, мы учимся, учимся, но к самому процессу программирования ещё не подошли, и вот тут, наконец-то, к двадцатому шагу, если вы видите, мы наконец-то подходим к типам данных, и вот здесь как раз уперлись в тот момент, когда нам надо именно научиться программировать, и мы это способны понять, а почему мы способны понять? Нам надо освоить две вещи, сейчас. Написание программы, любой, неважно, все они будут, в принципе, по одному принципу писаться, и тестирование. Всё. Вот это план программирования. Потому что при написании программы мы как раз изучим типы, и все инструкции там, и FL, и инструкции, конструкции, и всё прочее. Опять, чтобы вы понимали, чтобы вы понимали, как дальше идёт всё, почему по спирали. Вот мы разбирались с проектом BV, да, TOGA, то есть писали. Здесь есть в одном месте такой урок. Продолжаем TOGA, разберём функции обратного вызова. Иными словами, если посмотреть на наш чертёж, то мы просто дальше развиваемся. И вот в какой-то момент, это уже дальше виток пошёл, мы знаем, что такое функции, а просто взяли и рассмотрели функции обратного вызова. Это просто добавилось в наше пространство, да, размышлений и к функциям. И теперь мы это понимаем, так как мы понимали, в принципе, что такое функции. И вот так будет развиваться дальше, да. Почему? Потому что в определённый момент, вот дальше на следующем витке, на следующем витке мы работаем с Жангой. И встречаем, нам понадобится, допустим, там фабричный метод, да. Иными словами, каждый программист, который понимает абстракцию, он отлично это сразу разбирается, да, в этом. То есть он понимает, что такое абстрактная фабрика. Потому что, скорее всего, когда человек работает в таком темпе, он обязательно заинтересуется паттернами. И ему будет понятно. Он просто расширяет своё понимание абстракции, как абстрактная фабрика, более конкретно, в конкретном каком-то фреймворке. Но принцип остаётся абстрактной фабрике для всего чего угодно. И так далее. То есть, как вы поняли, всё банально просто. Смотрите на, вот как я говорил, дачник, огород. Мы же так думаем. Что первым делом делает дачник на самом деле? Приехал, он думает, так, где я посажу грядки? То есть он планирует. Какой-то план, только в программировании. Надо изучить сначала, владеть этим понятием. изучил функцию, мы пишем на функциях, мы в классах пишем методы, и все классы работают с исключениями всё, что есть в функциях. То есть всё решается сразу. Остаётся нам две вещи, которыми мы сейчас займёмся. Иными словами, если взять, допустим, вот этот код, сейчас остаётся, у него реализовано, у Артёма, на уровне print, теперь надо всё это вывести в какие-то конкретные данные. Чтобы это была какая-то конкретная программа, уже более конкретная, можно было вводить, выводить данные. И вот здесь у нас тоже надо обучать, надо учить. Именно вот на этом этапе. Но на самом деле, я не зря вам сказал, что позже скажу, если мы посмотрим, опять же, этот код, то я давал специальное задание реализовать метод getItem. Я его давал. В общем, в уроке он есть, по пути его вы встретите, да, по примеру реализовать. чтобы человек запомнил, да, и стараемся делать эти вещи, да, то есть, магические методы понимать. А откуда он взялся, как вы думаете? Взялся он с изучения типов данных. Представьте, как устроено в большинстве своём обучение. просто так, как устроено обучение, на самом деле, удобно устраивать справочники. Вот как здесь, да, да, во всех языках идут в начале там типы данных. Скажите, пожалуйста, вот вы первый день программирования, ничего не знаете о функциях, ничего не знаете о классах, да, вообще ничего не знаете. способны ли вы понять типы данных? Я вам говорю, что нет. Но, тем не менее, в большинстве школ, и я так раньше делал, это было неправильно, начинают с типов данных и погнали. Вот это умеют строки, дальше, вот это умеют списки. Человек совершенно не представляет, зачем всё это, он задаёт себе вопрос, когда я буду программировать, и, в принципе, вот отсюда начинается каша в голове. Мы пошли другим путём. Мы пошли другим путём. Когда мы прошли функции, когда мы влезли в классы, поняли, как работают классы, когда мы разобрались с абстракцией, у нас есть пространство, да, вот мы смотрим на улицу, как это делал, делал Артём, да, вот ему был пример улицы, надо было всё это дело оцифровать. Теперь я уверен, что он где-нибудь будет идти, он уже будет сразу прикидывать, что бы он написал. Вот это нормальное развитие программиста. Когда программист начинает думать языком, ну, видите, сколько надо было пройти, чтобы думать. что бы мы пошли обычным путём, как я говорил, так и я раньше делал, потому что, вы знаете, я вспоминаю себя, да, изучал там типы данных, потом, ну, смотришь вправочек, вот список умеет тот, ну, хорошо, умеет, умеет, а мне что до этого? На самом деле, когда мы только работали с функциями, а мы работали с числами и со строками, по крайней мере, уже человек как-то представляет строки, и поэтому мы смотрели на то, что делают функции, но у нас постоянно росло что, что нам не хватает чего-то, каких-то типов, да, мы их затрагивали, но это надо было бы изучить, но ещё не время. Потом мы сельф, да, вошли в классы, потом абстракция, по сути дела, мы подготовили чертёж общий, уже можем делать какие-то объекты, грядки какие-то, да, или что-то другое, дома, то есть как делал Артём. Мы уже мыслим и чётко уже у нас на выходе понимаем, что нам осталось что сделать, теперь написать логику. Но здесь стоял вопрос, почему вот так? А потому что если мы посмотрим, на метод, вот почему он реализовал, почему он ему понятен, потому что в принципе это и есть последовательности. Непонятно сказал, конечно непонятно, сейчас поясню. Потому что преподаватель должен провести, если открыть учебник Пайтона и открыть строки. Можно, конечно, изучать, но не понимая. Но если, как я, например, исходил язык туда-обратно уже сто раз за эти годы, то в принципе подмечаешь одну простую строку. строки являются примерами типа постелок, подлежать и придерживаться общей операции, поддерживаем такими типами. Какой здесь можно сделать вывод? Что? Зачем вывод? Мы сразу посмотрим. Мы открываем глоссарий. и просто ищем последовательность. Это те вещи, которые в учебниках не учат. Не знают, потому что. А кто знает, тот уже и не будет этим заниматься. Как правило, опытные программисты знают, которые пишут код, но не занимаются обучением. Вот она последовательность. И я уверен, что когда вы откроете список, кортеж, там тоже будет написано то же самое. Потому что в последовательности написано поддерживается список строка кортеж. У нас остается, грубо говоря, словарь еще. Здесь мы, читая, давайте разберем. С одной стороны мы можем пойти как? С одной стороны мы можем сделать следующим образом. Просто изучать, что может строка. Потом изучать, что может список. Потом все это перепутать в голове. И долго думать. А с другой стороны думать, это все запоминать надо. А с другой стороны мы можем сделать проще. Мы можем просто понять, что такое последовательность. И в последовательности у меня я делал три вещи, которые я рассказывал все. Итерации. И здесь я некоторых участников школы уверен, врасплох застал, когда спросил, а вы изучили что такое по заданию ранее, что такое итератор, итерация, итерируемый объект. Это база, это надо знать. Иными словами, пересчет по одному. Если мы можем пересчитать, то есть последовательность взяли камешки, 10 камешков разложите на асфальте. Вот вам последовательность. Мы можем пересчитать по одному. Можем 1, 2, 3, 5, 10. Да? Можем. Мы можем посчитать длину. Будет, допустим, 5 камешков, будет длина 5 камешков, 10 камешков, будет длина 10 камешков. Мы можем, наверное, взять и вытянуть из этой цепочки из камешков, допустим, второй и третий. Можем? Можем. Только в последовательности написано, что за это отвечает метод getItem. Если он может вытянуть третий и пятый камешек с последовательности, наверное, он может работу для нас сделать. То, что я и просил в домашнем задании у Артема, что выполнил, да? И он это теперь запомнил. У него есть дом, в котором 20 квартир, например. У него есть, он описывает стоянку, в котором 30 мест. У него есть улица, в которой 50 домов. Ему ничего не надо придумывать. Он теперь при помощи нескольких строк кода может из 30 квартир выделить вторую. И там, допустим, надо ему заменить холодильник. Он может из 50 домов вынить 25 и 28. К чему это, ребята, рассказывал? Когда вот так дают, если это дать в начале, было бы, да? Если бы я сказал, вот мы начали с типов данных. И это бы я начал рассказывать. Это человек в начале не готов воспринять. А когда мы прошли функции, вошли в классы, знаем абстракцию, уже начали работать с методами нижнего подчеркивания, то здесь абсолютно без суеты, легко. Мы больше, нам не надо изучать сейчас. Братья изучают, что такое строки. Почему? Потому что это безнадежно, глупое занятие. Мы уже ответили на вопрос. Ага, строки, списки, кортежи поддерживают итерации раз. Второе. Можно посчитать, можно выделить объект. Все. Мы все знаем о них. Значит, что еще все методы, все поддерживают методы. Значит, мы сразу приступаем к чему сейчас. На основе этих знаний мы приступаем к написанию программы. Все. И будем уже работать со строками, со списками, но уже размышляя как разработчик. И уже работать с документацией будем. Прямо с момента, вот, будет это наше знакомство. Но оно будет уже практическое. Мы будем делать практическую работу. Иными словами, писать уже программу. Я маленький фрагмент поясню сейчас, чтобы вы это понимали. И смотрите, еще закончу одну мысль. Что получается, что у нас в голове? Когда мы в голове объединили, что такое последовательность, мы четко понимаем, как работать с этими типами. Ну, кто посмотрит уроки, до конца это допрет. То есть, у нас нет путаницы. Как мы перейдем к самому программированию? Давайте посмотрим такой фрагмент кода. Мы с вами, чтобы вот участники школы понимали, как будем делать. У нас есть задача. Написать программу для рецептов. Написать программу для рецептов. Функционал. Добавление. Рецепта. Редактирование. Рецепта. Удаление. Рецепта. Готовка. Блюд по рецептам. Обслуживание заказов. И развести приготовленные блюда. Написать программу. То есть, смотрите, вот мини-задание. Нам его достаточно. По сути дела, напишем в нескольких вариантах. Писать надо, будем, чтобы научиться писать функции. Потом на классах. А потом сделать лучше. Объединить, применить абстракцию. Чтобы все это была одна программа. Ну и четвертый вариант. Не знаю, будем. Сделать на Django. И, например, завернуть в какую-то графическую обердку. Возьмем BV. Toga. Или любое приложение графическое. Просто Toga, если мы завернем, то потом его и на Android можно отправить. Сделать сразу и мобильное. Плюс мобильное с одного приложения. Скоро будет работать Django. И можно сделать веб-страницу. Здесь сейчас пока не совсем понятно. Это вы увидите чуть позже. Но именно эта система себя, вот это сейчас оправдает. Почему? Потому что, видите, я написал спираль. Давайте посчитаем. А есть ли у нас все сегодня, чтобы написать эту программу? Ну, Django уроки я напишу. Их много, но по этой отдельно напишем. Toga мы саму обертку взяли. Теперь считаем наши ресурсы. Считаем наши ресурсы. И начинаем соображать. Можем ли это мы сделать? Сделаю как маркдаун. И оказывается, можно. Где есть непонимание? Почему приходит человек и говорит, вот я хочу написать программу, а открывают, что открывают? Сейчас все поймете. Все банально просто. Открывают. Как? Вот это программист может искать. Сейчас я объясню, почему. Или что-то такое, чтобы не терять время. Это может где-то упустили. Я собираюсь написать программу про рецепты, а теперь говорю, бац! А программисту про рецепты не слово. А программист, допустим, ищет, как объединить два списка. И вот как теперь научиться программировать? Банально просто. А давайте попытаемся с вами поразмышлять. Это называется псевдокод. Чем мы будем учить, чтобы вы понимали. Хорошо. Давайте сначала на функциях. Итак. Давайте возьмем вот этот раздел. Добавление рецепта, редактирование и удаление рецепта. Функция. Ну, давайте такими. Дев. Нам надо будет, да? Прикидываем. Создание рецепта. Давайте-ка мы тут сделаем сейчас. Пока ничего не делает. Есть. Дальше. Дев. По крайней мере, вот эту часть. Теперь смотрите, что было, допустим, мне непонятно, лет десять назад. Я открывал. Жалко, немножко изменилась справка. Но, как правило, откроем сейчас ТОГО. Документацию. И откроем. И откроем. Откроем. API. И возьмем. Там хорошо видно. Инпут. И мотаем, мотаем, мотаем. Ничего не понятно новичку. А вам будет все потом понятно уже, даже после этих. Ну, кроме этого. Ну, кроме этого, во-первых, видим параметры. И дальше, я тут примеров не вижу. Так, не тут, кажется, я видел. Не-не-не-не, таблица там будет явнее. Тейбл. Вот открою что. И вот здесь видим, да? Списки какие-то. А теперь давайте рассуждать. Я вас уже утомил, но хочу, чтобы вы переваривали так медленно, спокойно, чтобы дошло. Давайте-ка рассуждать. Давайте подумаем. Сейчас я прошу делать точности, что мы, я буду говорить. Возьмите лист бумаги и напишите рецепт. Взяли лист бумаги? Давайте я с вами это все проделаю, да? Только я буду писать здесь. Итак, вы пишите на бумаге. Это очень важно, ребята. Я вас попрошу это сделать. Пожалуйста. Итак, борщ. Борщ. Вы свой пишите. Молдавский. Ага, пишем. Картошка. Грибы. Сладкий перец. Свекла. Капуста. Приправы. Ну, вроде все. А, томатная паста. Это жена у меня варит. Ага. Написали список. Бумажный. Ребят, теперь попробуйте что-то убрать. Как вы это сделаете? Вы в списке что сделаете? Вы зачеркнете и напишите другое на бумаге. Правильно? А теперь подумайте. А это компьютер. Значит, наверное, если вы смогли зачеркнуть и переписать элемент, да, вот этот, то, наверное, в компьютере это как-то можно делать. В компьютере это неправильно. В языке программирования. Так вот, типы данных, в данном случае, строка, список. Список. Кортеж. В словарь. В компьютере нельзя вычеркнуть ручкой. Но в компьютере есть другое. Ведь язык программирования сделан по принципу мышления человека. Давайте попробуем. Если бы мы просто делались, вначале изучали... Давайте я это чуть позже скажу. Хорошо. Вот у нас есть борщ молдавский и рецепт. Ага. Нам кажется, зачем псевдокод писать? Описание рецепта. Как сделать? Надо? Надо. Теперь давайте думать. Мы пока, вы новички, мы не знаем ничего о типах данных. Но я вам сейчас расскажу в течение двух минут. А потом, когда будем делать, все до конца поймете. Нам сейчас ответить на вопрос, почему программисты ищут какие-то там списки, да. А вы сможете писать какой-то. Ребята, уверяю, вот сколько дадите процентов. Больше станет... Нет просто. Говорю, на 100% сможет любой человек. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но это будет зависеть от того, насколько вы будете упорны. Но это очень просто, на самом деле. Ну, хорошо. Я вам говорю. Строка, это тип данных, это последовательность символов. По сути дела, строку можно написать... Давайте попробуем сейчас вот здесь добавить ячейку и написать... Взять переменную какую-то, а присвоить строка... Рецепт. И вывести. Выведем. Вот программа нам выдала рецепт. Теперь, ну хорошо, давайте сюда пробовать размещать. Рецепт. Дальше. Вроде уместился. Ну, хорошо. А теперь поехали. И что, наша программа будет из одной строки? Ну, вообще-то заголовок хотелось бы отдельно. Нам же потом и поиск надо. Значит, все-таки тип данных строка нам не подходит. Пока. Давайте посмотрим. Тут еще есть, мы потом познакомимся, массив. Да, он есть в NumPy, не в самом... Ну, массив. Вам понравится это, допустим, в JavaScript. В Kotlin. Ну, и здесь очень круто. Да, пока нам он не надо. Теперь я говорю, есть тип данных, список, а давайте-ка мы вспомним, ведь мы с вами проходили, когда я показывал, давайте соображать. Когда мы с вами проходили последовательности, да, это в школе есть. Когда мы начали здесь, здесь надо немножко заголовок переделать, фундамент, списки и дальше, последовательности, итерация. И пошли все про последовательности. По крайней мере, мы четко понимаем, если мы смотрели последовательности... Видим, что они здесь везде применяются. И мы уже можем считать, сейчас это чуть позже скажу про это. А где наша... То... А... Вот они. То мы с вами уже знаем, что последовательность это итерация, это подсчет и это выделение элемента. Теперь давайте... Вот знаем, да, вы еще ничего не знаете о списках, а я вам говорю, что вы сможете. Так вот, как вы сможете, давайте открывать и мочи. Давайте мочи уже сразу. А я вам говорю, тип данных, список, в него можно вложить абсолютно любые другие типы. Можно, давайте перечислять, есть ли итерация, пересчитать. Ну, например, вывести из 20 рецептов последних 2. Может применяться? Может. Выделить... Какие-то элементы. Ну, например, выделить по позиции. Это называется извлечение по срезам. Если взять, допустим, сам рецепт, то получится, что каждое слово занимает какую-то позицию. В языке Python и во всех других языках это ко всем относится. Начинается с нуля. Значит, 0, 1, 2, 3. То есть мы можем выделить. Если мы можем выделить сладкий перец, то потом просто его либо удалить, либо убрать. Ага, нам тоже подходит список по этому параметру. И посчитать. Теперь мы можем... Мы только что черкали на бумаге. А сейчас мы сделаем вот так. Каждый тип данных поддерживает... Поддерживает методы. Добавить. По названию удалить, очистить, сортировать. Значит, все это есть. Теперь мы размышляем так. Ага. Все-таки если мы возьмем рецепт... То, в принципе, тип данных список нам подойдет. И загоняем рецепт сюда. Но ведь обратите внимание, вот это без всякого, то есть это переменные. Переменные не могут быть. Значит, каждое слово будет у нас типом данных строка. Вот теперь мы строки можем применить. Ну и так далее, да. Не бьет. Мы размышляем дальше. Да, сам рецепт отлично подходит. Но название мы не разделили. Как билиберда получается. У нас будет ограничено. Ну, по крайней мере, мы уже продвинулись. Мы наконец-то поняли, что в языке программирования, чтобы что-то записать, надо какой-то тип данных. Этот тип данных еще надо как-то подобрать. А вот тут как раз, если бы мы проходили в начале типы данных, и что такое там строка, что такое словарь, нам бы было непонятно. Но когда мы начинаем проходить уже конкретно написание программы, при этом мы четко уже знаем функции, классы, то есть и знаем, что такое последовательности, нам уже понятно. Нам остается просто сейчас пользоваться справкой и писать программу. Вы меня услышали? Это и есть лучшее усвоение материала. Мы прямо будем, я стану на уровень новичка, буду объяснять, но будем мыслить как настоящие программисты. Вы считайте, будете после этого урока писать, после этой серии уроков. Смотрите. Есть ли мы список, да? Давайте попробуем провести какую-то операцию. Какую-то операцию. Ну, давайте позже. Потому что не эта цель сейчас. У нас получается название в самом списке и дальше сам список. Фигня получается. Если взять список названий. И тоже взять списком. И уже здесь бить рецепт борща. Да. Теперь вроде рецепт борща отсюда можно убрать. Но у нас возникает следующий вопрос. Смотрите. Рецепт борща. Рецепт борща. А дальше идет рецепт мясной салат. Так. И у нас остается вопрос. Да. Мы создали список рецепта борща. Второй список, мы подумали, перенесем само название рецепта. А потом мы, если захотим добавить еще один рецепт. И еще один рецепт, то у нас получается каша. То есть нам надо потом как-то сопоставить рецепт борща с этим списком. Херня получается. Нет. С поставлением можно сделать. Но это сложно. Все-таки нам надо как-то усовершенствовать программу. Я хочу, чтобы вы начали понимать простую вещь. А давайте-ка попробуем набрать простую вещь. И нам приходит идеальная мысль. Слушайте. А ведь можно сделать проще. Эй. Где ты? А вот теперь подумайте. А как бы выглядел у нас рецепт действительно правильно? А у нас есть словарь. В словарь записывается ключ значения Слушайте. Значит, мы начинаем рассуждать как программист. Я не зря вам. Теперь-ка давайте вот это я вам разрешаю искать. Это можно искать. И что мы как программист отвечаем на вопрос? А здорово было бы сделать вот так. Здорово было бы сделать вот так. Сделать вот тут название рецепта а значение сам рецепт. При этом я говорю словарь это непоследовательность. Но чем отличается от списка? Мы по ключу можем находить значение. Иными словами если мы вводим борщ то значение выдастся рецепт который мы введем. Ага уже интереснее. Но как мы видим сам рецепт если мы возьмем строку это будет все-таки неправильно. По-разному будет и что получится? Херня получится. Давайте попробуем вбить наш рецепт сюда и подумать. Если мы будем потом редактировать этот рецепт рецепт ой надо было по-другому сделать вот когда рецепт в одной строке у нас же так получится просто нельзя написать словаре кучу этих не получится просто то есть у нас рецепт как одна строка при этом тогда получится вроде как правильно редактировать но будет всегда выдаваться вся строка а если нам надо отредактировать только один элемент а если нам что-то добавить не вяжется хорошо бы было здесь чтобы здесь был список вот до чего пришли мы размышляли и подумали хорошо чтобы был ключ это будет у нас строка а значение был список тогда в принципе у нас немножко получается уже уже получается мы можем ввести потом второй рецепт это будет опять ключ мясной салат это у нас будет либо строка либо число но пока строка и далее я уже не буду записывать рецепт салата о и мы можем дальше добавлять по крайней мере эта проблема разрешилась да теперь теперь мы начинаем понимать и когда пришла идея это можно посмотреть как питон добавить словарь я специально набираю неопытно чтобы добавить словарь нужно указать ключ так не так я задал как словаре питон сделал значением список вот это можно искать это подсказки это нормально хотя когда пройдем вы это будете знать на первом этапе так и вот видим наш вариант который мы придумали это у нас здесь переменные дальше идет словарь и список то что нам надо и в принципе мы видим несколько вариантов итерация то что я говорил то что поддерживает списки мы знаем итерации то есть при помощи цикла формы это изучили да а теперь вы начинаете понимать что программист вроде как словарь я хочу там такую то они ищут неизвестно что известно что потому что нам надо вбить это все в типы данных то есть поняли но это нас тоже навряд ли устроило мы увидели что какой-то вариант не такой вот все это еще разместить список это сделать списком тогда в принципе мы получаем очень интересную картину если сам рецепт список нам будут доступны операции со списками то есть добавление удаление по сути дела мы можем удалить сразу весь рецепт подходит подходит дальше нам будет сортировка все что готово с другой стороны тогда когда мы будем мы с вами изучали что помните я говорил зачем я ему сказал что я ему сказал давайте посмотрим что я ему сказал что я ему сказал а вот оно когда писал вот домашнее задание я ему говорил делать с get item да это он нам понадобится если в классах то есть мы можем при помощи этого метода выделить потом любой рецепт почему я говорю то есть давайте проследим наше посредите за моей мыслью то есть смотрите ну это в классе теперь мы соображаем но в уроках конечно все будет намного интереснее да мы добавим методы пока мы выстраиваем структуру чтобы понять а зачем нам типы данных мы то рецепт пишем а тут какие-то списки ага потому что от этого зависит операции над ними почему потому что если мы допустим поставили кортеж кортеж это когда нам надо защитить данные чтобы они не были изменены изне это с деньгами когда например там настройки но тогда очень мало операций практически их нет нам не подходит это настройки мы поместим кортеж со списком будем играться теперь давайте мы проверим один момент один момент сразу рассуждать а вы так будете рассуждать если у нас сам рецепт список а каждый элемент у нас списка рецепт словарь в котором ключ является строка а значением является список то по сути дела по излечению по срезам а это метод get item который за это отвечает у нас будет просто выдаваться сам рецепт содержимым то есть мы можем вызывать его на редактирование слышите как я рассуждаю ну это конечно банально просто для вас для некоторых это новое то есть по сути дела но это же не последний вариант это просто мы прикидываем но ведь мы будем с вами как я сказал работать с типами данных сразу по ходу со справкой и понятно что мы в списках с вами обязательно найдем излечение по срезам давайте попробуем сразу это проверить в командной строке если мы возьмем рецепт излечение по срезам квадратные скобки по элементу возьмем попробуем излечь вот так я закомментировал этот рецепт выше у нас все мясной салат то есть с одного начинаем этот не попал ага мы пока не очень уверены значит попробуем ноль излечь и все вот теперь попал картошка название рецепта а вот здесь сейчас перепишем борщ молдавский перезапустим борщ молдавский картошка грибы сладкий перец капула о то есть так нам вроде как уже подходит потому что мы берем весь рецепт если мы его смогли излечь значит дальше мы с ним можем отредактировать что делать по сути дела мы извлекли словарь значит сейчас когда мы извлекли этот словарь мы ведь можем делать применять операции которые присущи словарю выбрать ключ выбрать все значения а значит мы их можем изменить если мы можем к ним получить доступ мы можем их обновить редактировать то же время по сути нам доступны операции ну и со списками очень много есть еще готовых функций на этом мы потом познакомимся я просто хочу чтобы вы сейчас прямо уловили мысль вот так размышляет программист он размышляет о том в какие типы данных засунуть свою задачу чтобы можно было ее выполнить а у нас первая задача какая которой мы взялись добавление редактирование удаление и мы с вами когда начали размышлять о строке потом список а потом пришли вот такому словарю смотрите даже размышляя над кодом докуда мы дошли ну на этом хватит чуть-чуть уловили смысл и теперь вам понятно что о чем мы соображаем дальше если мы себе придумали ага мы вывели вот у нас мы видим словарь теперь мы думаем а какие методы есть чтобы работать со значением словаря в общем-то я на этом остановлюсь потому что и так долго то есть дальше мы начинаем жарзевать это все будем в уроках делать нам осталось добавить еще одну одну вещь тестирование тестирование мы конечно могли бы этот шаг пропустить и подумать ведь мы так можем тестировать можем хорошо у нас пока три функции а потом их станет двадцать и когда мы не будем применять тестирование то если мы будем применять тестирование если мы напишем и что-то поломает мы это увидим но тогда у вас остается вопрос как для новичков потому что вы прочитаете кучу статей по тестированию что это улучшает программы это все но все они как бы от вас немножко далеко я дам вам всего один довод зачем вам тестирование вот он вот вот он этот довод один этот довод этот довод там где группа а он один читайте для вас как для новичка тестирование нужно для того чтобы сто раз быстрее вырасти как программист только для одного все остальные доводы они правильные они ваши будут потом сейчас вам надо тестирование чтобы стать настоящим программистом объясняю как это происходит смотрите мы с вами будем потом писать тест а тест будет заключаться в чем он будет в этом заключаться что когда я делаю срез ноль то я получаю именно вот этот рецепт первый все я проверил и оставил тест пишу дальше но для того чтобы написать тест мне надо было собрать знания во первых что это за тест я хочу извлечь элемент то есть я должен знать что такое извлечение по срезам я знаю что этот элемент словарь то есть я его именно хочу увидеть потому что в тесте я планирую что должно произойти и как это сделать и дальше я пишу тест мы с вами будем писать на библиотеке пайтест есть еще юнит тест но после пайтест вы с ним сможете работать но вам он не понравится точно почему потому что в пайтест все просто на самом деле вот тест только это надо запустить пока здесь пайтест основное отличие в том что я пишу на чистом пайтом смысл один вот здесь есть два списка соединения их при помощи есть такой метод экстенты я проверял соединяются ли списки да при этом пайтест это вкратце мы потом изучим подробнее при помощи утверждаю assert да и все и дальше равно не равно допустим если бы вы работали с юнит тест то вам бы пришлось написать что лишнее слово допустим здесь это не не так но вам пришлось написать assert оперируется словами а здесь оперируется обычным синтаксисом здесь все проще равно либо не равно и проверить в данном случае я проверяю x и x1 тут надо было несколько тестов и ввожу допустим в данном случае файл известен пайтест и получаю пайтест очень красочно выводит все показывает вот здесь у меня был позиционный аргумент пока показывает исключение ладно и все подсвечивает сейчас я закомментирую ну ладно пока это оставим зачем еще почему пайтест потому что он имеет примерно 800 плагинов на разные случаи жизни с любыми библиотеками грубо говоря вы сможете работать с ним со всем и он юнитест запускает вообще есть несколько вещей две бочные вещи это пайтест юнитест и есть еще такая вещь как допустим покрытие и я знаю вот но за два это управление при помощи разных сочетаний букв юнитест ну зачем все это много если есть пайтест с ним мы будем работать и с него можно он простой мощный развивается 16 лет и мы начнем писать тест тест еще уяснили зачем вам тест для того чтобы понимать что происходит прежде чем написать тест вы обязаны будете ответить на следующий вопрос иначе как вы его напишите что происходит то есть что я хочу тестировать что получить на выходе и как это записать а это вам придется понимать в языке поэтому написание тестов будет вас сто раз продвигать быстрее поняли ну на этом я заканчиваю урок основной смысл вы должны были уловить школа находится по адресу spb.retout.ru лучше придерживаться плана писать как вы видели и рассуждать абсолютно получится у всех кто хочет было бы желание спасибо